Весна пришла, стало тепло, стало весело, радостно, у нас поднялось настроение, мы улыбаемся чаще уже. Но что нам мешало до этого? Ведь мы счастливы, потому что у нас есть то, что никакое солнце, оно не сможет улучшить, и никакая непогода, никакой зной он не сможет этого затмить. У нас есть Бог, Иисус Христос, который помиловал нас и дал нам благодать. Слава Богу. Знаете, брат Володя перед этим говорил, никто не может добавить себе один локоть, да, это слова Господа. Он сказал, кто может добавить себе хотя бы одного локтя росту? Но никто не может. Люди думают, что они великие, они достигли чего-то, прогресс шагнул вперед, и мы строим дома, города, страны, строим подводные лодки, человечество, мы полетели в космос, что угодно. Мы можем делать все вокруг себя, но себе, тому, что есть не творение рук человеческих, а творение Божье нашему телу. Мы можем только постараться не сделать хуже. Если мы будем просто правильно питаться, просто вести правильный образ жизни, но, то мы умрем в свое время. Лучше ничего мы не можем сделать, мы не можем продлить себе дни жизни, мы можем только не сделать хуже. И в этом есть милость Божья и чудо Божье. Просто посмотреть на себя в зеркало, мне достаточно понять, что благодаря только Богу я живу, существую, и Он дал мне возможность ходить по этой земле. И вспоминая о милости Господне, мы свидетельствовали, и я думаю, что у каждого из нас найдется свидетельство. Знаете, когда спрашивают в служении, у кого есть свидетельство, кто мог бы поделиться, сказать, что Бог сделал в жизни. Братья и сестры, я каждый раз начинаю вспоминать, что Бог сделал в моей жизни. И я каждый раз себя останавливаю, думаю, я не буду поднимать руку, потому что времени не хватит. Ну пусть может у кого-то что-то свежее, короткое есть. Я просто не уложусь в это время. Я вспоминаю, когда я родился, когда я достиг какого-то сознательного возраста, и Бог помиловал меня еще, когда я не знал Его, когда просто бабушка мне рассказывала о том, что есть Бог, научила меня молиться, молитва «Отче наш», и я всегда верил в Него, но я не знал, кто Он, какой Он, как Витя говорил, точно так же. Я никогда не отрицал Его присутствие, ну где-то там. Но это меня никак не касалось. Но когда 9 мая все праздновали победу над фашизмом, я праздновал победу Духа Святого над моей душой. Он дал мне покаяние и крестил меня Духом Святым в этот день, именно в 97 году. И с тех пор я начал отсчет, у меня не хватит времени просто. Я помню, как Бог исцелял меня, я помню, как я переворачивался на автомобиле, и я помню, у меня была язва, и она прошла, она пропала, ее нет больше, я ем все подряд уже много лет. Я мучился полгода, сидел на диетах, пил таблетки, но ее просто нет. Кто-то говорит, я не могу ходить, у меня друзья есть, знакомые, еще кто-то. Многие люди страдают от того, что у них есть грыжа позвоночника, они не могут ходить передвигаться, они ищут врачей, они тратят огромные деньги. У меня есть грыжа позвоночника, я хожу. Ну, просто это неописуемо. Я вам скажу, Бог, Он великий. И самое ценное, это то, что, ну, это все пройдет. А куда мы идем? Кто из вас собирается на небо? Поднимите руку. Эксперимент такой, давайте. Кто собирается на небо? Слава Богу. Тикины сегодня, да. Еще чуть-чуть подойдет. Ну, я не сегодня, кто-то. Но никто не спрашивает нас. Есть человеку, брат Сергей проповедовал недавно, говорил, должно один раз родиться и один раз умереть. Все. И для каждого назначен свой срок и свое время. Для нас, верующих христиан, для меня лично, стоит задача только в том, как я этот отрезок жизни, я не знаю сколько, может быть, завтра, может, через 20 лет, может, через 50 лет, никто не знает этого. Но вот этот отрезок жизни, в том-то и смысл, что я не знаю. Потому что я должен каждый день жить как последний. В том, что я каждый день должен помнить, ради кого я живу, ради чего я живу и благодаря кому я живу. Это моя первоочередная задача. И, братья и сестры, в прошлый раз я затронул тему двух персонажей из Ветхого Завета, Саула и Давида, двух царей, одинаковых, вроде бы, по статусу. Но они жили в одно время, в одной культуре, из одного народа. Они оба знали Бога, насколько это было возможно в той культуре и для каждого из них. Они знали о Боге, скажем так. Они знали закон, они приносили жертвы, они молились одному и тому же Богу. Они были одинаковыми абсолютно людьми. Как бы, вот, ну, то есть ничем не отличались там социально. Может быть, даже они росли в одинаковых условиях. Никто, ну, Саул, он не стал, он не родился в царской семье, он точно так же пришел из народа. Его Бог выбрал, помазал. Ну, может, он тоже овец пас до этого, ну, кто знает, да? А его отличал только рост. Он был выше всех на голову в народе, и все, он был самым высоким. Это единственное его отличие. А Давид был маленьким, щупленьким. Но, вы знаете, вот, я чем больше об этом думаю, тем дальше захожу туда и понимаю, что там, вот только в этих двух персонажах, там бездна такая, можно книг 10 написать об этом, и еще не все будет, не конец. О том, что Бог делал в их жизни, что происходило и почему. И сегодня я бы хотел коротко, ну, на такой момент обратить внимание, что, с чего начался путь каждого из них, и какие цели поставил каждый из них перед собой, и какие последствия это повело, да? Для, не в общем, а именно в личной, конкретной, у каждого ситуации, в конкретной жизни, у него внутри, там в сердце, в его переживаниях, в его ситуации. И смотрите, Саул, я думаю, что Бог его избрал, у него было такое настроение, наверное, какой-то легкой эйфории, да? Пришел пророк, помазал, ты будешь царем, все прославили Бога, там, встретил он пророчествующих, еще, ну, какие-то, что-то происходило там. И, ну, наверняка он же знал, что Бог есть, но он же был верующим, да? Он знал закон, он знал священников, он знал пророков, кто там был. Но вот те ошибки, которые он допустил в самом начале, когда он пошел войной, вернулся и сделал не то, что Бог ему сказал. Ведь они оба, и Давид, и Саул имели слово от Бога. Каждый из них получил слово от Бога. И в первом, и в втором случае оно было верное, и для одного, и для второго. Но Саул пренебрег им. Почему? Давид не пренебрегал Словом Божьим. Для него каждый день о Сауле Бог пожалел о том, что он поставил его на царство. Пожалел. Так сказано в Библии, написано, Бог пожалел о том, что он помазал тебя царем. А о Давиде сказано, что он муж по сердцу Бога. Бог выбрал его мужем по сердцу своему. Сегодня мы знаем, что каждый из нас о нем Бог может либо пожалеть, либо сделать его мужем или женой по сердцу своему. И давайте просто заглянем. Саул не писал псалмов. Но о нем нету ничего. Его высказываний нету никаких в Библии. А у Давида есть псалмы, которые остались на страницах Священного Писания, которые читает весь мир, вся земля, передается это из поколения в поколение, и люди слышат в этом славу Божью. Для чего мы сегодня живем? Какая наша цель? У Давида первый псалом. Самые первые его слова, которые остались на странице Священного Писания. Первый псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Это была первоочередная задача Давида. Он не собирался становиться царем, как и Саул. Он не знал об этом. Он просто пасовец. Но Давида туда уже, ну вот обстоятельства у него сложились в жизни. Он просто пришел братьям, принес там еды или что-то там передал, которые стояли там, солдаты в войске, когда филистимляне обложили их. Но он услышал эти слова Голиафа. И вот этот маленький щуплый, да, юноша, там, молодой вообще парень, он просто услышал, кто-то поносит имя моего Бога. И для меня это, ну, просто непереживаемо. Для меня это несносно. Я думаю, он сказал себе, да. Это был принцип его, потому что он не ходил на совет нечестивых, он не стоял в собрании развратителей, он не стоял на пути грешных. И в законе Господа его воля была. Он хотел угодить Богу. Это была его первоочередная цель и первоочередная задача. Он просто хотел угодить Богу всей своей жизнью. Еще там, когда он сражался со львом, с медведем, он просто хотел угодить Богу, и Бог хранил его. Он не думал. У него овцы. Он не думал. Опасно, не опасно. Медведь порвет. Это же Господи, что мне делать? Может мне пойти на помощь позвать? Он увидел, он был предан своему делу. И он это делал для Господа. Все он делал, как для Господа. После этого он стал царем. И когда Бог его помазал на царя, он стал царем не сразу. Потому что Саул еще дожил свои дни. И Саул гонялся за ним. И вот, смотрите, опять же, разница. Саул побежал догонять его и гонялся за ним много раз. И сколько раз Бог предавал Саула в руки Давида, Давид положил сердце своем один раз. Да не попустит мне Бог не поднять руки на помазанника Божьего. И я не сделаю этого. Он отдал руки Бога. Он сказал, Бог ему судья. И Бог с ним будет разбираться. А у меня другие вопросы с ним. Сегодня в нашей жизни скажите мне, пожалуйста, какие ценности у нас есть? Мы все хотим. Я тоже всегда поднимаю руку, хочу на небо. А когда-то брат Миша Кукса давно еще, я не знаю, ну лет 10, больше, 12 назад, может быть, 14, задал вопрос на проповеди здесь. Сюда, если попадет бомба сейчас, кто из вас на небо попадет? Вот, поднимите руку. Я помню тот момент, я не задумывался в тот момент, но я как бы поднял руку, а я там сидел за пультом, ковырялся там в кнопках, что-то делал, просто услышал эту фразу, поднял руку, не глядя. А потом слышу фразу, он говорит, что один эмиль собирается, или же больше никто. Ну все думают, а мне было там лет 17 тогда. Но я не думал, я там ковырялся в проводах, делал так, чтобы тут был какой-то звук, что-то там настраивал, сидел за пультом оператором. И, ну, сейчас я вспоминаю те слова. Тогда все поулыбались, но сейчас я вспоминаю те слова. И каждый раз, когда я слышу этот вопрос в своей жизни, для себя где-то я слышу, а вот сейчас попадет бомба сюда, например. Ну, что-то случится, оборвется моя жизнь через 5 минут, куда я попаду, где я буду. Думаем ли мы об этом каждый день? Как мы живем? Что такое грех? Ну, мы грешим, или мы осветились, или мы святы. Что такое святость? Я говорю, что брат Володя проповедовал о святости, о том, что нам надо умножать эту святость, чтобы нам надо освящаться еще больше. Да, аминь. Бог этого просит от нас, Бог этого требует от нас. Он это оставил как, я не знаю, не приказ, но просто как формулу. Да, святой освящается еще. И отделитесь, станьте святыми. Это что значит отделить? Святой – это значит отделенный. Произошло разделение. Слово Божье, как меч обоюдоострый, доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерение сердечное. То есть уже нету, ну, мы отделяем все, все, что не нужно, и мы оставляем то, что фокусирует нас и наше спасение, и то, что необходимо для нашей души в вечности. Мы отделяемся. Что для меня сегодня святость? Приходить один раз в красивом костюме, в галстуке на служение, или даже пять раз в неделю, может быть. Ходить на все молитвы, молиться три или четыре раза в день, читать по десять глав ежедневно Библии и не показывать никому, что у меня внутри плохого. Вот просто улыбаться, ходить серьезным таким и святым. Но этим давно уже никого не... Этим можно людей напугать, да, или убедить в какое-то время. Но что происходит внутри меня, знаю только я. Я сейчас, братья и сестры, проповедую себе, не вам, себе. Я это переживаю уже долгое время. И каждый раз, когда я это переживаю, каждый раз что-то новое открывается в этом. И каждый раз я понимаю, я сегодня не сдал этот экзамен, но благодаря тому, что Бог добрый, Он дает мне шанс еще исправиться, Он дает шанс мне это сделать завтра. Скажите, пожалуйста, какие, вы знаете, грехи, ну, такие серьезные, да, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Ну, что еще, скажите мне, пожалуйста. Вот, когда говорят грех, да, не пей водку, не употребляй наркотики, не кури сигареты. Для нас, когда говорят грех или грешник, сразу у нас вот эти все большие грехи, они рисуются в такой красивой, красочной, такой картине яркой, и мы все это видим сразу, оно все на виду. А как насчет зависти? Никто не заметит, да? Ну, все знают, если я начну употреблять наркотики, все узнают. Может, не сразу, там, какое-то время, там, недельку, две, месяц, два, мне удастся это как-то скрывать. Или я начну употреблять алкоголь. Может быть, какое-то время. Но все равно, это ведь влечет последствия. И, ну, это станет видно, сразу меня определяют. Ты грешник, ты в грехе. Но Иисус Христос, когда пришел, Он сказал, я не отменяю Ветхий Завет, да, я не пришел его отменить или опровергнуть, или перечеркнуть, я пришел дополнить Слово Божье. И Новый Завет его именно дополняет. И в этом Новом Завете Он сказал, там говорили, око за око, зуб за зуб, да, там говорили, кто убьет, повинен смерти. А я вам говорю, думающий плохо о брате, человек и убийца. Человека-убийца. Для Бога есть весы, и для него одинаково. Вот на этих весах одинаково, равноценно. Вот здесь смерть, погибель, проклятие, а здесь одинаково. Человека-убийца, тот, который реально убил человека, или одного, или сотни, может быть, или еще как угодно. Или тот, кто просто ненавидел, да. Просто ненавидел. И вот ненависть, злоба, с чего оно все начинается? Смотрите, что пишут в Новом Завете апостол Павел Галатом. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, страшные грехи, идолослужение, волшебство, страшные грехи, страшные, реально страшные, это проклятие. Запятая, там нет никаких просто запятая, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси. А потом дальше идет ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Они все, вы уже слышали это неоднократно, мы слышали это неоднократно. Это повторяется изо дня в день, из года в год, из служения в служение, кто-то берет какую-то тему, начинает проповедовать и затрагивает эти вопросы. Но давайте сегодня, вот просто в очередной раз, я не говорю, что раз и навсегда, что это будет последний раз, что мы уже наверняка сдадим этот экзамен, но давайте сегодня мы примем решение и мы поймем, что вот все это, оно стоит на одной полке. Все это стоит на одной полке. Для меня сейчас соврать во благо, просто ерунду какую-то, соврать во благо, во благо, да? Ради того, чтобы кто-то не знал, кому-то не сделать больно, чтобы кто-то... Ну, я соврал. Да, грех не к смерти. Так написано. Но как я к этому... Что такое грех не к смерти? Это то, как я к этому отношусь. Это не то, как Бог определил, и у Него есть вот тут грехи к смерти, тут грехи не к смерти. Эти никогда не делай, эти можешь делать. Эти никогда не простятся, а эти есть шанс. Это мое отношение. Это мое отношение. Готов ли я попирать каждый день кровь Христа, будучи познавшим благодать Его уже, получившим очищение? Или же, ну, все-таки моя совесть, этот голос Божий внутри, голос Духа Святого, Он будет моей совести говорить, напоминать, и я буду к Нему прислушиваться. Я буду каждый день, каждую минуту делать работу над ошибками. И вот если задать сейчас нам вопрос, кто на прошлой неделе убил человека? Ну, глупо, правда? Мы все верующие люди. Я не говорю о том, что никто не признается, потому что это криминальная ответственность, просто, ну, как бы, ну, это глупый вопрос, потому что, ну, нет такого человека, да? А кто на прошлой неделе украл, там, автомобиль у кого-то, или деньги какие-то украл? Ну, тоже, честно, верующим людям задавать такие вопросы бессмысленно. Все знают, что украсть – это грех, никто не ворует. А если я спрошу, кто на прошлой неделе ни разу не позавидовал? Кто на прошлой неделе ни разу не подумал о братье или о сестре, плохо? Кто на прошлой неделе сказал какое-то кривое слово? Я себе сейчас задаю этот вопрос. Ну, ты помнишь, брат Эмиль, на прошлой неделе, вот прожил ты эту неделю, не было ни одного кривого слова, из-за которого кто-то мог пострадать, кто-то мог плакать, у кого-то могло сердце разрываться, а ты просто ляпнул это вот так вот и все. О чем мы думаем сегодня, и чем мы живем, и куда мы собираемся? И когда Бог на страницах Священного Писания оставил нам слова и сказал, Христос говорил это, когда был на земле, двое будут работать в поле, один возьмется, другой останется. Двое будут лежать в постели, один возьмется, другой останется. О ком он говорил? Что? Вот некоторые говорят, а у них есть такая версия, проповедуют и говорят, вот там муж, женой, один верующий, второй неверующий, работали в поле, там и один ушел, другой остался. То есть один на небо пошел, второй остался погибать на земле. Или там это к нам верующим, это к детям Божьим. Это о том, что сегодня за мной выбор. Сегодня я могу быть либо тем, кто останется, либо тем, кто будет восхищен. Сегодня я совершаю свое спасение, и это не мгновенное какое-то действие, раз и все. Все, я покаялся в 97 году 9 мая в городе Коломыя на вечернем служении молитвенном. Все, оттуда началась новая тетрадка в моей жизни, которую я начал записывать просто. И все. И Бог, вернее, начал записывать. Потому что то, что я запишу, лучше это сжечь, никому не показывать. Вот то, что Бог записывает в нашей жизни, это стоит помнить и рассказывать об этом. Но сегодня я живу не 97 годом, потому что после этого я столько страниц уже вырвал и перечеркнул там. Но благодаря Божьей милости еще вырвал и начал писать сначала. Благодаря Божьей благодати. Именно поэтому. Я не живу 97 годом, я не имею права этого делать. Я просто не имею такого права. Потому что сегодня, 2014, и сегодня, сейчас, каждую минуту я совершаю свое спасение, и я должен думать о том, что ценно. Давид согрешил один раз. И Саул согрешил один раз. Саул не послушался Бога, но вроде бы сделал все хорошо. Принес жертвы, забрал добро там для народа израиля. Ну, для Господа. Я же все для Бога сделал. Я, Господи, я же для тебя все. Не послушался просто, глупец. Ты просто не послушал. Ты не услышал. Ты не понял самого главного. Ты не понял сути. Бог имеет отношение с искренним. С тем, кто поступает и не закапывает талант. Один, два, пять, десять, сколько бы у тебя не было. Этот талант, это твой шанс. Это твой выбор. Это вот тот 97 год. Это 9 мая. Это тот талант, который мне Бог дал. И как я им распоряжаюсь? Еще есть время пока что. Если закопал, то еще есть время спустя 17 лет пойти выкопать его и все-таки отдать куда-то торгующим, чтобы его умножили. Чтобы хотя бы два или полтора принести Господу. Или хотя бы принести один. Или даже прийти и сказать, Боже, вот все, что ты мне дал, я старался. Но я что-то делал, я старался, я хотел этого. Я искренне хотел этого. Для меня это важно в моей жизни. И для Бога это важно в нашей жизни. А Давид согрешил один раз. И согрешил страшным грехом. Ну, ужасные вещи сделал. Забрал чужую жену, послал ее мужа на верную смерть. Ну, когда он услышал слова Божьи, когда Саул говорил, Самуил говорил Саулу, что же ты сделал, да, то он там уже вся, ну, хотя бы, ну, идем хотя бы помолись за меня. Ну, хотя бы перед старейшими почти меня хотим. Он думал о видимом. О чем-то вот сегодняшнем, о сегодняшнем дне. Он не принял решения, я буду жить для Господа. И все равно, что в моей жизни случится, все равно, что случится со мной, я хочу, чтобы Бог управил и чтобы слава Божья была, а не моя впереди. А Давид осознал. Давид услышал эту притчу, спросил, кто это. Я ему голову сниму, да, когда услышал притчу о том, кто овцу забрал. Когда к нему пришел пророк. Он ему говорит, ты этот человек, Бог говорит, ты этот человек. И он в прахе и в пепле покаялся, написано, в прахе и в пепле. Ему было все равно, что о нем думает, царь. Ну, знаете, что еще интересно? Он не смотрел на формы, он никогда не пытался держать себя в каких-то вот рамках. Мы часто так делаем, да, мы для себя придумываем какие-то формы, которые нам удобны. Вот надо ходить на служение обязательно, надо ходить именно в эту церковь, надо и православное не то. Или там еще что-то. Ну, я перестал это говорить уже давно, да, что в какой-то церкви нет Бога, или мы самые правильные, или я верю лучше всех. Но это такая ошибка страшная. Мы осуждаем других людей, мы подписываем себе приговор. Просто подписываем себе приговор. Ну, давайте сегодня просто подумаем. Давид вышел скакать вместе с народом, потому что радовался, ковчег несут. Это для него, он ради Господа радовался. Он не хотел, он пошел там, а ему мелхолог говорит, ты должен был одеть царские одежды, выйти как царь, что ты там, ты царь, скачешь с людьми, как, ну, как какой-то там, как пастух. Так он и есть пастух, просто в другой одежде, ну, просто на другой должности. Но он же родился, он вырос пастухом, он воспитан был пастухом, он с народом был, с людьми был. Он, и он с Господом был. Он радовался за имя Божье. Он радовался за то, что имя Божье сегодня прославлено. И мелхола получила проклятие, потому что это была ее ошибка, ее одно слово. Она просто слово сказала, она не грешила страшными грехами. А Версавия согрешила, но Бог через нее дал Соломона и продолжил царство Израиля. И Соломон был одним из самых мудрых людей на земле, и его слова записаны на страницах Священного Писания. Давайте сегодня, я прошу вас, просто, ну, принесем Богу жертву покаяния в наших сердцах, прежде чем мы будем ходить и рассказывать людям, проповедовать им, прежде чем я буду проповедовать людям о том, что Бог добрый, и Он спасает, и приходи в церковь, и ты будешь с нами верующим, таким же. Но я не хочу, чтобы кто-то был таким же, как я, верующим. Я хочу, чтобы каждый из нас был искренним верующим, Детем Божьим. Давайте сегодня принесем перед Богом, если это возможно, мы можем помолиться, чтобы Бог дал нам силы признать эти ошибки и каждый день делать эту работу над собой, и каждый день совершать свое спасение, а потом идти проповедовать людям и говорить им, Бог добрый, и Он меняет сердца людей, потому что я этому подтверждение, потому что я живу сегодняшним днем, и сегодня Бог меня милует и являет чудеса в моей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok